Друзья, всем привет! Добро пожаловать в Каленбаб ТВ. Сегодня это ведущий второй выпуска. Я, Женя и Леша. Всем привет! Итак, сегодня пойдет речь о табаке сарма, а точнее его пяти новых вкусов. Сейчас мы более подробно расскажем, что это вообще за продукт и конкретно разберем все эти пять вкусов. Итак, начнем. Начнем с пяти новых вкусов, которые у нас появились. Это компот из морожки, арбузный мармелад, ромашковое варенье, байкал и холодный чай. Вот такие пять новых вкусов у нас вышли. Немного расскажем о самом продукте. Продукт это средней крепости. Мы очень любим называть его комфортной крепостью, потому что крепость, которая подходит практически для всех. Те, кто курят давно, те, кто курят недавно. Такой усередненный вариант, который зачастую, опять же, подходит всем. Все вкусы у сармы максимально натуральные. То есть нет никаких перей, либо недоромленных вкусов. Все вкусы соответствуют тому, что заявлено на пачке. Да, я согласен. И многие, я бы еще отметил, что вот как пахнет из пачки, так это и будет курица. То есть у многих производителей я замечал такое, что ты, к примеру, нюхаешь одно, то есть осязаешь, потом ты в процессе куришь другое. Ну, то есть вкус сильно видоизменяется. Здесь я скажу, что, ну, этого практически нет. Понятно, что он чуть-чуть там, возможно, другой, но попадание практически 100%. Да, и у сармы также много каких-то необычных вкусов, потому что мы связываем себя с какой-то сибирской историей. У нас есть такие вкусы, как байкал, как домашковое варенье, как компот из морожки. То есть такие необычные вкусы, которых нет у других производителей. Но есть также и арбузный мармелад, который, ну, честно, к Сибири не очень, ну, как-то связан с Сибирью очень так тесно. Но мы хотели создать очень вкусные арбузы, у нас это действительно получилось. Кальян уже чувствует, что перегревается, я думаю, что мы начнем его курить. Ну, а забито у нас здесь в компоте морожки, да? Да. Все комфортно? Ну, почти. Нужны щипцы. Сейчас появится в кадре щипцы. Так, скидывай в 0. Итак, немного о продукте. Конкретно здесь у нас 60% Вирджинии и 40% Бёрли, что и дает нам эту комфортную среднюю крепость. Конкретно, к примеру, я сейчас взял себе в руки холодный чай. Мы уже и все прокурили, собственно. И холодный чай, это реально, это очень прикольно. Вот у всех сразу же на первую мысль холодный, значит, что он будет там сильно свежий. Как многие представляют себе, это какой-то микс вот с добавлением большого излишнего, вот для суперновых. Здесь эта история не та. Это именно прохладный чаек, ну, как к примеру, я не знаю. Вот Леша ходил в поход. Давай я, наверное, скажу. Давай, давай. Я когда ходил в поход, вот для меня какой вкус стал достаточно отчетливый. То, что когда мы собирались идти на гору, все наливали чай себе в термос, а я налил просто в бутылку. И когда мы поднимались на гору, ну, такое долгое мероприятие, я сильно устал, вспотел. Ну, короче, мне хотелось чего-то прохладного, наоборот. Все пили горячий чай, а я пил холодный чай. И сильно могу с этим вкусом себя ассоциировать. Вот именно тот момент, потому что он такой немного цитрусовый, чайный, свежий вкус. Как по мне, это прямо, ну, такое хорошее попадание в этот вкус. Многие его сравнивают с каким-то Нести, либо Липтоном, но я бы сказал, что это что-то поблагороднее, чем Нести и Липтон. Окей. Пойдем дальше. Следующий вкус Байкал. Это максимально аутентичный вкус газировки Байкал, который идет черноголовка. Это сладкая газировка с травянистыми оттенками. Откуда вообще появилась эта газировка, тоже интересная история, на самом деле. Или это, насколько я помню, Хрущев сказал, то есть сделать убийцу Кока-Колы тогда. И вот наши эксперты, так сказать, в то время создали вот этот вкус. Ну, у них, наверное, и вариантов не было, ну, не создать. Было просто страшно. Но получилось классно. И мы воссоздали именно этот вкус вот этой газировки. Мы отошли от очень такой травянистой истории, сделали больше напиточный вкус. То есть хорошо прослеживается нотка, ну, вот именно самого напитка. То есть это не просто, ну, трава какая-то. Так как многие представляют, что Байкал, это должен быть какой-то там травяной сбор, либо что-то еще. Это не так. Это именно вкус аутентичной газировки. Окей, пошли дальше. Арбузный мармелад. Вкус, который отчасти не связан с Сибирью, но нам хотелось сделать хороший вкусный арбуз. И у нас это получилось. То есть, как по мне, нет никаких хороших аналогов арбуза, сладкого, насыщенного арбуза на рынке сейчас. Кроме как у Сармы арбузный мармелад. Он немного свежий. У него прослеживается вот эта вот мармеладная нотка, которая очень приятная, которая дополняет этот арбуз. Ну, то есть вот арбуз, мне вот этот сильно нравится. Хотя вкус абсолютно немой. Ну, вот, чтобы я домой взял себе арбуз когда-то там купить и покурить, наверное, такого не было до момента того, как вышел арбузный мармелад Сармы. Ну, да, я тоже здесь скажу, что я ненавижу арбуз, вот честно, всей душой, потому что я его переберю в свое время. Это были самые базовые миксеры арбуз, дыня, мята. Это было просто что-то, ну, отвратительное, так сказать. Здесь, да, как отметил Леша, что есть, присутствует эта сладость мармеладная. И это вот именно вот эти те дольки, которые были в сахаре. И я помню, когда я в детстве их кушал, я всегда обсасывал вот этот сахар сначала, а потом кушал вот эту вкусную мармеладку. И здесь именно это и есть, и это круто. Реально, по-настоящему круто. Это чуть-чуть свежо, не перенасыщенно, сладко. И это круто. Далее. Пойдем дальше. У нас, наверное, будет компот из морожки. Да, компот из морожки, который мы сейчас и курим. Это свежий вкус, свежий вкус такого прохладного компота. Мало кто вообще пробовал морожку и знает, что это такое, как она вообще выглядит. Вообще-то... На мой взгляд, морожка сама по себе, ну, вот как ягода, прямо, ну, очень сомнительная. Она невкусная, она очень сильно тебя вяжет, ну, и... Ну, сложный вкус. Да, очень. Очень сложный вкус. То есть, ну, к примеру, я провожу аналогию, для меня она более понятна. А я, у меня, короче, в ограде, я не знаю где, но я уже... Я жил в частном доме, и у меня росло под дерево вот этих ранетки. То есть, была маленькая ранетка, и когда наступали первые морозы, то есть, в ноябре, я срывал вот эту ягодку, начинал ее раскручивать. Мне кажется, у него было холодное, как раз, как и есть в этом вкусе. И потом, на послевкусие, начинал вот этот вяжущий, чуть-чуть кисленький, с такой, с отселенным послевкусием сладости, вот этот вкус. И вот у меня именно ассоциация с этим. Я не ел морожку, я не знаю, как она... Ну, я видел, как она выглядит, но я никогда ее не пробовал. Вот, но мне похоже сильно на вот какой-то... Больше, наверное, компот из ранетки. Вот мне вот это напоминает. Ну, можно еще сравнить, ну, то есть, чтобы так далеко прямо не ходить, какую-то ягоду вы достаете из морозилки, с сахаром замешиваете. Ну, допустим, кипяточком чуть-чуть заливаете. Чуть-чуть кипяточек, и вот она такая холодная, сладкая, с таким очень ярким послевкусием ягод. Ну, то есть, вот, это очень похожий вкус, на мой взгляд. Ну, только ягода морожка, а не ту, которую вы обычно достаете из морозилки. Ну, да, и стоит отметить, что даже сейчас мы курим не сильно вот этот холодный эффект. Он такой освежающий, но не прям... Освежающий, именно освежающий. Нету прямо такого четного холодка. Да, просто свежий. Ну, это вкусно. И ромашковое варенье. Вообще, за всю, блин, вот эту свою работу, сколько я в коленной индустрии, я ни у кого не пробовал вкуса ромашки. То есть... Да, его нету, нету аналогов на рынке. Нету, ни у кого. Ну, сколько я, по-моему. Что я чувствую при курении его? Это отчетливый вот эти мягкие цветочный вкус с легким послевкусием вот этого меда. И потом вот это все закрепляет вот какая-то консистенция вот этого как раз варенья. Что мне сложно описать в этом вкусе. То есть, не знаю, тоже опять же, мало кто, наверное, пробовал ромашковое варенье. Бабушка у меня его делала. И я всегда, когда я достал эту банку, брал это все ложкой, для меня было дико. Есть эти лепесточки. Это было как-то... В смысле? А там лепесточки прям были? Прям лепесточки были. Ну, прям лепесточки. Вот, реально были вот эти лепесточки. Я добавлял его и в чай, и в ел ложку, и запивал чаем. Это было вкусно. И это, опять же, меня дико окунает в детство. Что мы и хотели получить из всех этих вкусов. Да, да. При создании своих вкусов мы всегда основывались на воспоминаниях из детства, из юности. И пытались воссоздать те вкусы, которые мы сами знаем, сами помним. Вот. Ну, и это получилось. Что касается именно соопродукта, как он себя ведет вообще в чашке, он просто в работе. То есть сейчас фасовка 50 грамм, и спокойно хватает, к примеру, забить две турочки, непонятно, не сильно глубоких, среднего размера, и даже один фанул. Вот это 8 домов, мне хватает спокойно. Три забивочки, уверенно. При этом его можно воздушно забить, он легко распушится, потому что консистенция у него очень приятная. Также по прогреву. Не нужно там танцевать с бубном, там, как это делать, что это делать. Все максимально просто. Вы забиваете, главное дать ему хороший прогрев. Это очень важно. Хороший прогрев в районе 5 минут мы советуем. То есть 5 минут хорошо прогреть, и тогда сарма будет прекрасно куриться. Вот. В целом... Скажем, наверное, о дальнейших планах, что фасовка 50 грамм, наверное, будет немного переработана, она уйдет, и в феврале следующего года выходит фасовка 40 грамм. Будет фасовка 40 грамм, и также в феврале выходит фасовка 120 грамм. И вот. Да, и, кстати, с очень крутым контейнером. Да, он будет индивидуальный, свой, который отличается от всех других контейнеров, которые вы уже могли видеть. Мы уже все согласовали, просто в феврале только у нас получится это сделать. И здесь, наверное, хочется сказать, давайте попробуйте угадать в комментариях, что же будет это за контейнер, потому что, ну, вот, от чего он, может быть, я скажу, наверное, что это, как сказать... Ну, нет, мы даже подсказку не будем... Потому что, если мы скажем, все-таки сразу поймут, что это такое. Ну, он интересный. Попробуйте угадать, что это за контейнер. И... Еще будет три нового вкуса. Три нового вкуса. Также к февралю выходит еще три нового вкуса. Мы о них скажем? Ну, я думаю, тоже можно попробовать угадать. Их вопросов в комментариях написать, какая будет фасовка, как будет выглядеть контейнер и что за три нового вкуса будет. Вот. Тот человек, который угадает... Или будет близко хотя бы, ну, к тому контейнеру, который мы придумали, мы подарим три нового вкуса или пять нового вкуса. Давай три. Давай три. Вот мы подарим ромашку, мы подарим байкал и компот из морожки. Вот как раз-таки три самых необычных вкуса. Три самых необычных вкуса мы подарим тому человеку, который выполнит эти все условия которые мы пересислили уже мы подводим итог и говорим что подписывайтесь на наш канал ставьте обязательно лайк видео не бойтесь писать комментарии также не забывайте про колокольчик потому что вам придет уведомление посмотреть это видео и тогда возможно вы первые когда эти какой у нас будет контейнер и сможете выиграть эти три вкуса а с вами был лёша женя всем спасибо за просмотр всем пока всем пока пока